Добрый день, уважаемые слушатели! Проблема еды и глобальное потепление становится актуальной. Сегодня ежегодный прирост населения составляет сотни миллионов человек. И природа, сама земля практически не справляется с обеспечением населения продовольствием, тем более доступным и качественным. Если посмотреть последние 10-20 лет, то по возрастанию суммы активных температур выше 10 градусов, которые необходимы для вегетации и сельскохозяйственных культур, она сегодня, если в среднем многолетние у нас 870 градусов, то сегодня, если взять последние 4 года, с 2016 по 2019 год, то тут мы имеем уже в зоне среднего положения, она уже превышает 1050 градусов. То есть культуры, которые именно произрастают или районированы в последнее время в зоне среднего положения, они становятся все более восприимчивы к болезням, тем более к новым болезням, к повреждению вредителями и подавляются в все большей степени сорными растениями, которые наращивают за счет именно антропогенных наших энергоносителей вес, массу, то есть подавляют необходимые нам культуры растения. Вот за последние годы проходит значительное уменьшение осадков за вегетационный период. Значит, самое необходимое время для вегетации сельскохозяйственных культур, это май-июнь, произошли изменения в сторону уменьшения влаги на 6%, то есть после посева у нас в нашей полосе практически дождение не проходит, что снижает уже в начале вегетации значительно объем вырученной продукции. Такая ситуация наступает у нас в августе-сентябре, то есть снижение осадков происходит до 11%. Вот, например, если средне-многолетние у нас осадки за этот период 265 мм, если взять 10-й год, то за это время выпало лишь 120 мм, в 16-м году 190 мм, чуть с превышением прошли осадки в 2017 году 275 мм, в 18-м ниже средне-многолетних и в 19-м году чуть выше средне-многолетних. Гидротермический коэффициент практически в нашей полосе приближается к единице, но если взять динамику гидротермического коэффициента за 80-е-19-е годы, то гидротермический коэффициент у нас снижается, если почитать по диаграмме, это примерно 0,8-0,85, то есть динамика ГТК у нас тоже уменьшается. Так, потепление в нашей зоне изменило еще ряд факторов в нашем регионе, то есть за 30-40 лет продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха более 10 градусов составляла 132 дня, то в настоящее время он уже составляет 154 дня, то есть он увеличивается со 127 до 141 дня увеличилась продолжительность безморозного периода. Появилось новое опасное явление, это ежегодное пересыхание метрового слоя почвы до критического уровня под многолетними травами и другими на период от 15 в 2017 году до 75 в 2017 году дней. Кроме того, продолжительность залегания снежного покрова сократилась с 150 до 132 дней. Увеличилась толщина снежного покрова на полях 1,3-1,4 раза. В то же время уменьшилась глубина промерзания почвы на полях в 1,2-1,6 раз, что сократило глубину саморазрыхления почвы на пашне. По данным ООН представлены неутешительные прогнозы. Если сегодня на Земле живут около 7,7 миллиарда человек, то прогнозируется уже к 2050 году народонаселение вырастет практически до 10 миллиардов человек. Такой активный рост приведет к нехватке продуктов питания и голоду. К тому же ситуация усугубляется глобальным потеплением и, особенно в последний год, коронавирусом. Кризис может спровоцировать гуманитарную катастрофу и голод, который сравним с периодом Второй мировой войны. Вопрос. Какой будет еда будущего и как ее будут готовить? На сегодня для того, чтобы получить 1 килограмм животного белка, животному необходимо скормить 1 килограмм растительного белка, что сопровождается с потреблением до получения кормов 50% антропогенной энергии, которая затрачивается на производство тех или иных механизированных работ, которые сопровождаются выбросом тепла в атмосферу и газов, пыли и так далее. На сегодняшний день, чтобы прожить в Российской Федерации, для каждого из нас необходимо произвести 1000 килограмм для средней зоны и 1200 килограмм зерна для зон Крайнего Севера и Дальнего Востока. То есть мы потребляем в год 1000 и более килограмм зерна. Из них около 300 килограмм мы потребляем в виде хлебоболочных, кондитерских и других изделий. Оставшиеся 700 килограмм необходимы для того, чтобы производить животноводческую и птицеводческую продукцию. Это сегодня очень трудозатратно. Энергия применяется очень большое количество антропогенной энергии. И человечество ищет выходы, чтобы получить более доступные, дешевые, высококачественные продукты питания. Прогнозируется, что к 2030 году альтернативный белок будет стоить в 10 раз дешевле, чем животные белки. Они будут более питательные, здоровые, вкусные, разнообразные, чем аналоги животного происхождения, которые они заменят в дальнейшем. Новая производственная система будет защищена от волонтильных изменений погоды, засухи и других природных и экономических, а также политических факторов. Инновационные мясные и молочные продукты способны значительно улучшить экологическую ситуацию, уменьшить выбросы паралековых газов, помогут сократить до 45%, что позволит замедлить потепление климата. Одним из путей получения продуктов будущего является клеточное сельское хозяйство. Если пища растительного происхождения покажется чересчур соработным, нам может подойти белок из насекомых. Сегодня в мире насчитывается более 1900 видов съедобных насекомых. В мире на сегодня более 2 миллиардов человек питаются за счет насекомых. Вот один из примеров – это перелетная саранча. Перелетная саранча, да, она сегодня является вредителем, но для именно перечисленных народов она является именно в голодные годы, и не только в голодные годы, именно спасительным кругом для выживания. То есть получает пищу после, конечно, приготовления, термической обработки, получает пищу, насыщенную белком. Она легка в усвоении. И вот сегодня мы, конечно, в России смотрим на перелетную саранчу как на вредителя, но надо смотреть ее как на источник питания. К тому же некоторые народы у нас в южных регионах, регионах Северного Кавказа, в Казахстане, на Дальнем Востоке питаются уже, сегодня готовят продукты из этого насекомого. Значение протеинов насекомых растет по мере того, как новая индустрия ищет пути расширения производства. Насекомые, их еще называют микроживностью, качестве заменителей белка животного происхождения, все еще встречают сопротивление в некоторых культурах, в том числе и у нас. Если нам покажется, что насекомые, это уже слишком, есть и другие варианты вертикальных цепочек подсовщиков, например, водоросли, аквакультура. Аквакультура сегодня получает развитие и в Российской Федерации. Сегодня аквакультура выращивается как в прессных водоемах, водохранилищах, прудах, водоемах, приспособленных до выращивания аквакультуры. Также выращивается на побережье морей, это особенно на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке всем известна пока ламинария. Она получает все большую востребованность, в том числе она содержит недостающий нам йод, то есть аквакультура, аквакультура не только водоросли, а также выведение, размножение и получение рыбопродуктов, а также других продуктов питания, которые мы можем получить с водоемов. Как и в случае с рыбоводческими хозяйствами, эти новые производители протеина перетестут цепочку поставок, поэтому ставят вопрос о будущем пазвищ и кормовых площадах для откорма сельскохозяйственных животных и птицей. То есть именно будет высвобождаться пашня, сельскохозяйственные угодья, то есть мы получим чистую экологию, вырастут площади именно чистых с точки зрения местности, которые будут пригодны для благополучного проживания человека. Далее представлена растительная альтернатива для традиционного производства. Сегодня мировые компании все шире активизируют работы по разработке новых штаммов для пищевых ингредиентов. Это ферментирование готовой продукции, работают над поиском источников белка и микроэлементов, в продуктах животного происхождения. Ведется работа над новой упаковкой, именно биоразлагаемой, с датчиками и сенсорами, которые будут контролировать потребительность, характеристику и сроки годности продукта. Далее, это все более возрастающая роль генных и клеточных технологий. Человечество уже сегодня научилось сделать мясо, рыбу, молочные продукты без использования животных. Характеристики этих продуктов почти полностью воспроизводят традиционные аналоги по своему составу. Также генное редактирование применяют для увеличения объема выхода продуктов. Да, сегодня, к сожалению, мы применяем в селекции генную инженерию. Не надо путать с генно-модифицированной продукцией. Сегодня практически без применения генной инженерии в селекции сельскохозяйственных культур, животных и птиц, невозможно противостоять именно натиску болезней, вредителей, которые становятся все более изощренными. И мы практически из-за этого теряем огромное количество продукции, как в весовом выражении, так и в качественном. Далее. Сегодня уже пользуются питание, которое мы называем персонализированное. Все шире находят употребление детское питание, спортивное, а также другие, которые востребованы сегодня. Эти категории питания постепенно сегментируются дальше, и постепенно мы придем к индивидуальному питанию для каждого человека, полезному набору продуктов на основе анализа крови. Далее. Это сегодня, если взять сельское хозяйство, все шире производства продуктов питания, внедряется искусственный интеллект. Искусственный интеллект применяется для анализа данных. Машины уже анализируют данные и предсказывают последствия тех или иных факторов, влияющих на эффективность сельского хозяйства. Компьютеры моделируют дизайн, функциональные нутриенты, это белки, сахара и сахарозаменители, а также прочие в составе альтернативных продуктов. То есть мы можем создать альтернативный продукт без участия растений, а также животных, что существенно снизит антропогенную нагрузку на окружающую среду и уменьшит стоимость производимой продукции, чтобы увеличить ее доступность для всех слоев населения. Далее мы говорим о потеплении. Потепление чревато тем, что многие сельскохозяйственные культуры в нашей зоне, именно традиционные, они, потеряя свою значимость, они будут вытесняться новыми культурами, которые именно мы называем группой как жара и засып устойчивость. То есть у нас будет климат изменяться в сторону повышения температуры, что приведет к снижению выпадений осадков, выпадений осадков, содержания влаги в почве, а также вызовет в нашей зоне суховея, что увеличит число засушливых лет. Если взять историю, практически в Российской Федерации культура картофеля была введена практически чуть более 300 лет тому назад. Если взять такие культуры, как подсолнечник, чуть более 100 лет тому назад. Если взять кукурузу, активное внедрение кукурузы началось чуть более полувека назад в Российской Федерации. особенно в нашей зоне. Сегодня за счет выведения новых сортов, гибридов этих культур снизилась длина вегетационного периода. Получили новые гибриды, которые приспособлены к нашим условиям и дают стабильные урожаи. Практически, если взять, например, кукурузу, то мы сегодня получаем урожай кукурузы. Стабильно кукуруза применяется на корм животных в нашей зоне. Не только зеленая масса, но и зерновая масса. То мы получаем до 10 тонн с гектара зерна кукурузы. В то же время традиционная, значит, яровая пшеница дает у нас примерно 35-40 сантиметров с гектара. То есть 3,5-4 тонны зерна. А зерновая пшеница 50-60, 5-6 тонн. То есть тенденция к тому, что кукуруза занимает свою нишу и встает твердо на этой нише, она все более актуальна. Сегодня подсолнечник, сегодня, значит, стабильно занимает определенную свою нишу. Такие культуры, как рапс, техническая культура, они сегодня в любом северно-роте, любого хозяйства у нас присутствуют. Далее, вот становится все более актуальным такие культуры, как сорга, сорговая культура. Сорга – это культура, практически считается по Вавилову родиво происхождение, это Африка и Китай. И к тому же считается в последние годы родину считает и Индии. То есть эта культура получила большее распространение в теплых поясах. Оно – высокорослая культура. Сорга, если перевести с латинского, оно и означает соргом возвышаться. Сегодня в мире имеется сорга зерновое, то есть хлебное используется для производства крахмала, муки и крупы. Сорга зерновое, еще мы называем сорга черного континента. Почему черного? Значит, практически африканский континент питается продуктом питания, произведенными на основе зернового сорга. Следующее – сорга сахарная. Сорга сахарная содержит соки стеблей до 20,5% сахаров, используется для получения жидкого сахара, которое скармливается животным, получая биоэтанол, бумагу, в том числе медицинского назначения. Сахар сорга является диетическим, так как в отличие от сахара, который мы получаем из сахарной свеклы и сахарного тростника, которые, значит, в виде сахарозы, то сахар, полученный из сахарного сорга, практически там представлено фруктозой. То есть сахар, полученный из сахарного сорга, годен для диабетиков. Следующее – сорга веничная, которая у нас практически в обиходе в Российской Федерации давно используется, обыкновенная сорга веничная, для получения веников, также является кормом для животных и птиц. И следующее – это травянистые сорга, или по-другому называется суданская трава. Суданская трава указывает на родину, то есть это Судан. Оно все более применяет для корма животных. Сегодня корм для животных используются гибриды сорга сахарного и сорга травянистого. Это сорга суданковые гибриды. Практически они сегодня выведены в нашей полосе. И, значит, нашли свою нишу, заменяют кукурузу в производстве кормов. К тому же имеется сорга лимонная. Сорга лимонная применяется именно для пищевых целей. Оно традиционно для Китая, для Индии, а также стран Северной Африки. Все эти культуры практически в нашей зоне они районированы. Сегодня имеется многообразие сортов всех названных видов сорга. Над ними поработали сегодня селекционеры. Практически, если сорга растет в Африке в высоту до 4-5 метров, то нашими селекционерами они доведены до уровня 1,5-2 метра. То есть они приспособлены для механизированной уборки в нашей полосе. То есть ученые проработали этот вопрос. Что именно представляет интерес в этой культуре? Это наиболее низкая требовательность к влаге. В свое время академик Вавилов назвал сорга верблюдом растительного мира. То есть это самая жара и засухоустойчивая культура, которая может восстановиться после длительного стояния на данной территории жары и засушенных условий. Вот на данном слайде представлено количество воды, которое необходимо для набухания семян в процентах от их общего веса. Для сорга это 35%, кукуруза это 40%, яровая пшеница 60%. То есть тут значительная разница, особенно от традиционной яровой пшеницы. Отличительная способность растения сорга это наличие плотного эпидермиса, который образует кутикулу. Так, образование воскового налета именно в экстремальные периоды вегетации, способность приостанавливать свой рост и развитие при неблагоприятных условиях, то есть это анабиотическое состояние, растение приостанавливает все свои ростовые процессы, приостанавливает, значит, это растение как бы находится в спячке. При наступлении благоприятной температуры, практически, когда погибают все растения зоны, сорговые культуры способны возобновить свою вегетацию. И последнее содержание питательных веществ зерно сорга и кукурузы. Почему я взял кукурузу? Потому что кукуруза, она более актуальна сегодня, тоже она, скажем, культура южанка. Вот, если взять по содержанию элементов питания в зерновках сорга и кукурузы, по крахмалу они практически аналогичны, по белкам практически на 10% содержание в зерне кукурузы, извиняюсь, в зерне сорга превышает на 10%, практически стабильны по содержанию жира, по сахарам значительное превышение, некоторое снижение происходит по кальцию, по другим элементам, таким как фосфор, лизин, трианин, трептофан, идет значительное превышение содержания данных элементов. Вот практически кратко именно экскурс в будущее, спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok